Медики перосядут на велосипеды. Под час по марафону 13-го вересня полсотни будучих урачов будут сочить за станом здоровья бегунов с двухколых. Дорогие, в день города в местах святочных гуляния будет працовать больше за 20 худких брыгат, а за безопасностью на улицах Минска в измотненном режиме будут сочить правооховники. Только для палаца спорта усталют 27 зонах ляда с видеокамерами. Подробясь на безопасность на день города Александра Драгун. До дня народжения города застаются литерально три дни, а у прихожаная столица уже готова до святкования. Урачистость по традиции объеднула во всех беларусов и гостей суседних краин. Тому и программа различена на все выходные. У день города заплановано больше за 60 святочных мероприемств на любой густ. У каждом районе столицы пропоновывают семейный отпочинок с кермашами, спортивными турнирами и концертами. А сюда, в центр Минска, запрашают на фестиваль историчной реконструкции с поборництва осилку, майстер-классы однородных умельцев и в уличной перфомансы. Каб забеспечить парадок и беспеку, у выходные во узмотненном режиме будут працавать правооховники. Для кожной пляцовки усталют пропускные пункты с видеокамерами. Например, для палаца спорта таких турникетов будет амаль 30. Прадугледжены и специальные пункты агляду людей сталага узросту и забнижаванными махчымастями. Расчет сил и средств сделан из расчета ранее проводимых мероприятий. Все сотрудники органов внутренних дел, столичные милиции будут мобилизованы к местам проведения праздничных мероприятий. Не будут допускаться граждане, которые имеют при себе колючие-режущие предметы с велосипедами, домашними животными, с алкогольными напитками, слабоалкогольными и пьем. Обещают, черга уля пропускных пунктов не будет. У выпадку наплыва людей открытся додатковые турникеты. Так, 13 вересня, по час проведения международного по марафону, чекают только бегунов амаль 19 тысяч человек. Тому и пунктов агляду будет амаль полсотни. Дареча, сопроводжать у дельников спортивного света будут и медики на велосипедах. Будут задействованы впервые 50 волонтеров из числа студентов Белорусского государственного медицинского университета, которые будут непосредственно работать на маршруте полумарафона и при необходимости сигнализировать службе скорой медицинской помощи. Увогали, шоу, день города будут дежурить завыш 20 бригад медиков. А за парадком на дорогах и за хаванием худкасного режима будут сочить супрационники ДАИ. Дареча, 12 вересня, рух транспорту обмяжуют на территории верхнего города. Кроме этого, перакрыть и участок по улицах Столетова и Козлова. А у неделю с 5 ранницы Нельга будет проехать по проспекте Пераможцов. С 10 до 15 годин закроют проезд по маршруте Минского по марафонам. Уже с субботы парковка на этих улицах будет запрещена. И поэтому будут подготовлены извещения, будут висеть листовки на подъездах. А кроме этого, в аузмоцненном режиме будут працавать и супрацовники МНС. А службы, которые отказывают за бесспеку и парадок, поклопотятся об тем, как свято покинуло только приемные успамины. Александр Драгун и Александр Берецкий. Агентство «Отели новин».